Пятница 13-е. В Одессе 18.00 вы смотрите новости на седьмом канале. И в студии с вами Галина Выговская. Здравствуйте. Под стражу взяли участника вооруженного конфликта, который произошел 10 июля на Успенской 13. Напомню, там возникла стычка между 67-летним местным жителем и сотрудником частного охранного агентства. Пенсионер приехал к себе домой, но не смог заехать во двор, так как дорогу перегородили из-за ремонтных работ. В ходе перепалки охранники повредили зеркало заднего вида на автомобиле мужчины, а один из них выстрелил из травматического пистолета. Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Около 30 тысяч человек стали заложниками ситуации в микрорайоне Радужный, что на Таирово. При покупке жилья им обещали развитую социальную инфраструктуру. В итоге нет ни садика, ни школы, ни даже поликлиники. Доведенные до отчаяния люди на полчаса перекрыли движение по проспекту Героев Небесной Сотни. В сложившейся ситуации разбиралась наша съемочная группа. Сад, поликлиника, школа! Сад, поликлиника, школа! Сад, поликлиника, школа! Елена – мать двоих детей. Когда семья заселялась в новый дом, дочерей пришлось отдать в частный детсад, так как муниципального еще не было. Нет его до сих пор, хотя в этом году ее дочери должны пойти в школу. Говорит, в связи с реформой образования детей не могут принять в одесские школы. А ближайшая действующая в 10 километрах от Радужного. Вот тоже пять школ Киевского района отказали нам, то есть по причине либо нет мест, либо потому что вы с Радужного, там, то есть вот так вот. А наша школа Таировская 10 километров по трассе, что не очень как бы удобно, не каждая мама хочет, чтобы ее ребенок так далеко ездил, хотя автобус забирает детей, но не привозит. То есть там один автобус 2 часа дня. Остро стоит для жителей микрорайона Радужный и вопрос с медицинским обслуживанием. Поликлинику построили, да так и не открыли. В поликлинику я езжу, бог знает куда же, на 15-ю станцию, к врачу-специалисту, потому что здесь у нас уже три года обещают построить поликлинику. Ну с поликлиникой у нас что? Мы, я, в комиссию школы мы проходили в Авидеополе 30 километров, что тоже очень мега удобно просто, потому что в шестую я даже не пошла из рассказов мам, что как бы отношения тоже как бы не очень, то есть детям я вызываю частного врача. Жители Радужного считают, их обманула компания-застройщик, которая постоянно меняет план генеральной застройки микрорайона. Мы покупали дом, квартиру в этом доме в феврале, по-моему, до 11-го года. Когда мы покупали дом, не было вот этого всего. Нам обещали, что здесь будет одна свечка, и за свечкой будет школа. За вот этим домом нам обещали садик и стадион. Как видите, здесь три свечки, за этим домом целый новый массив, там даже нет места для мини-стадиона. Что же добило окончательно, это новая реформа, в связи с которой дети в школу должны ходить только строго по прописке. Из поселкового совета к митингующим так никто и не приехал. А вот до представителя фирмы-застройщика достучаться удалось. В 2012 году был утвержден детальный план территории генерального плана села Лиманка Таировского поселкового совета, который соответствует действующей застройке. Единственное, что садики и школы были еще дальше. И в 2016 году были внесены изменения к этому детальному плану территории. Это уже когда я был депутатом, голосовали, причем там, по-моему, даже большинство всегда было за. Мы согласовывали и принимали этот генеральный план, где разместили объекты социальной инфраструктуры непосредственно близко. То есть садики и школы еще ближе подвинулись. То есть следующий этап строительства – это будут садики и школы. В целом, проблему жилмассива Радужный решить можно, уверены местные жители. Говорят, для этого осталось добиться реальных действий от депутатов и главы Таировского поселкового совета. Сергей Кюрчубаш, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Посол Норвегии в Украине подписал сегодня меморандум о сотрудничестве между Норвежско-Одесским сообществом и Одесской областной библиотекой имени Грушевского. В рамках соглашения книжные полки библиотеки пополнятся норвежской литературой, а в будущем разработают дорожную карту по имплементации меморандума. Главная задача документа, по мнению посла Норвегии в Украине, способствует содружеству наших стран и распространению знаний о Норвегии в Одессе. Я думаю, что Норвегия и Украина имеют очень широкое сотрудничество во многих сферах, в том числе в сфере образования. И у нас есть обмены между рядом университетами в Норвегии и Украине. В сфере экономики, бизнеса, IT, информационной технологии и в других сферах. Так что перспективы для дальнейшего сотрудничества есть. По словам замдекана факультета международных правовых отношений, визит в Одессу у посла Норвегии говорит об интересе европейских государств к нашему региону. А это очень важный шаг к развитию демократических и социальных проектов в нашем обществе. В преддверии выборов, которые у нас будут в 2019 году, норвежское сообщество Одессы будет делать ряд мероприятий, как раз посвященные именно и просвещению граждан, активизации деятельности неправительственных гражданских организаций с целью создания транспарентной политической системы и с целью построения демократического общества с рыночной экономикой. Должников, которые не платят алименты, не выпустят за границу. Об этом сообщили в Главном территориальном управлении юстиции Одесской области. В нашем регионе почти 25 тысяч детей не получали от родителей алименты. Службе рассказали, что с должников уже взыскали деньги. С начала действия закона, это имеется в виду 6 февраля, было уплачено более 111 миллионов гривен. С момента принудительных мер, которые были внесены этим законом, было взыскано порядка 92 миллионов гривен. Всего же за период с 1 января по 5 июля 2018 года исполнительной службой было взыскано около 159 миллионов гривен. Движение по улице Сегецкой частично ограничили. Речь идет об отрезке между Армейской и проспектом Гагарина. Там сейчас для движения открыта только одна полоса. Общественный транспорт по этому участку дороги не ходит. Маршрутки номер 4, 127, 175, 208, 210 будут ездить по фонтанской дороге из центра города. В центр по проспекту Шевченко. Десятый троллейбус также будет ходить по проспекту. Одиннадцатый прекратил работу. Напомню, с 12 июля по 25 августа из-за ремонта на Сегецкой ограничили движение. И к новостям культуры. Одесса встречает кинофестиваль. Больше ста фильмов, эксклюзивные премьеры, конкурсная программа, семь разнообразных локаций, творческие встречи с известными актерами и режиссерами, а еще специальная программа для детей. Впереди 9 дней самого масштабного культурного события в Украине. Организаторы обещают особую атмосферу, в которой каждый сможет найти что-то для себя. Подробнее расскажет Александр Кац. Девятый Одесский международный кинофестиваль обещает насыщенную кинопрограмму. 108 фильмов, среди которых каждый найдет себе картину по вкусу. А зрителей аккредитовано более пяти тысяч. Для детей, например, это детская программа «МКФ детям». Есть ретроспективные показы для действительно таких киноманев, для людей, для которых кино есть их пристрастие. Есть очень много фильмов молодых режиссеров, то есть для молодых, для тех, кто интересует кино. Это также очень интересно. И, в основном, показ просто неба на потемкинских сходах. Это абсолютно для всех. И вход в Вильный. В этом году кинофестиваль расположится на семи локациях. Потемкинская лестница, где уже в эту субботу ожидается самый масштабный кинопоказ, не единственная открытая площадка. Бесплатные сеансы под открытым небом в этом году будут проходить в Зеленом театре. По традиции, фестиваль начнется с красной дорожки и торжественной церемонии в Театре оперы и балета. Фильм «Открытие. Женщина на войне». Призер программы «Неделя критики Каннского кинофестиваля-2018». Картина создана в копродукции Исландии, Франции и Украины. Это очень музыкальный фильм, яркий фильм этого режиссера, предыдущая картина про лошадей и людей. Она также была в программе Одесского кинофестиваля несколько лет назад. И я думаю, что это такой хороший и правильный старт фестиваля. Центральная и самая атмосферная локация – фестивальный дворец, расположенный в Театре мускомедии. Здесь будут проходить показы конкурсных программ и гала-премьеры. Два фильма в день, можно будет посмотреть их в этом зале. Также показы программы «Фестиваль фестивалей», программы гала-премьеры. То есть все громкие и большие премьеры, в том числе, например, премьера фильма «Донбасс» Сергей Лозницы, будет проходить здесь. А на площади фестивальной будет располагаться фудкорт, зона энтертеймента. И, в общем, можно будет общаться, проводить время с пользой и обсуждать фильмы, которые были увидены. Одесский кинофест 2018 не обошелся и без некоторых новых фишек. Более удобный заказ билетов онлайн и никакой налички на локациях. У нас будет полный кэшласс на фестивальной площади. И что такое кэшласс? Кэшласс подразумевает полностью безналичную оплату. То есть расчет будет на площади картами любого банка. И у нас есть карта наша, фестивальная. Все подробности торжественного открытия самого ожидаемого события лета смотрите в эту субботу в 20.00 в итогах недели с Еленой Крылатовой. Юлия Федорова, Александр Кац, Андрей Кульба, Седьмой канал. Самый харизматичный голливудский кинонегодяй Эрик Робертс в Одессе. Актер прибыл в наш город в качестве специального гостя уже девятого Одесского международного кинофестиваля. В четверг вечером в аэропорту знаменитый встретили наши корреспонденты. Уставший, но с улыбкой он дал небольшое интервью, в котором назвал Олега Сенцова гением и поздравил его с днем рождения. Также Робертс отметил, как и много лет назад, из-за плотного рабочего графика ему все никак не удается ознакомиться с украинским кинематографом. Это похожая история. Я с дороги. И работал все это время. 200 дней, может 250 дней. И так ежегодно. Я получаю несколько фильмов. И мне очень жаль, что я так занят. Я открытая книга. Все, что бы вы мне не показали, я буду смотреть и впитывать. Все просто. После короткой приветственной речи Эрика Робертса взяли в плотное кольцо представителя одесских СМИ. Всем им не терпелось сделать селфи со знаменитостью. И на этом у нас пока все. Информационные итоги пятницы смотрите, как обычно, в 20.00. А через несколько минут смотрите ток-шоу «Прожектор». Тема этого выпуска – судьба знаменитой одесской книжки. Снести нельзя, оставить. Оставайтесь с нами, нам есть чем вас удивить. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok